ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ Помни ободрении из братского леска, номер два, за восемьдесят второй год. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Римлянам 8.34. Мужайтесь, я победил мир. Наш воскресший Иисус вовеки является начальником жизни, и Он сегодня утешает всех, идущих Его узким путем. Я есть воскресение и жизнь. Почтим же нашего воскресшего Спасителя верным служением и преданным хождением пред Ним, особенно в наше тревожное и смутное время. Близок день, когда Он придет за возлюбленной своей невестой церковью, чтобы ввести искупленный народ свой в вечную славу и радость. Да будет Ему за это благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. Аминь. В записной книжке у меня сохранилась запись 13 августа прошлого года. Читал я тогда 20 главу Откровения. И явилась такая мысль, что не настало ли время, чтобы связать сильного, как говорил Господь. Не в настоящее ли время должна исполниться окончательно молитва Отче наш, где говорится в последних словах «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство». То есть после этого, как связан будет сильный, наступит Царство и Сила и Слава Господню во веки. И об этом необходимо молиться по пятницам и говорить всем, всем, всем. Необходима всеобщая молитва Отче наш, и чтобы Господь связал сильного. И он сказал также Петру о церкви, что свяжешь на земле, то будет связано на небе. Когда я передал эту мысль Яков Григорьевичу, он как-то с радостью откликнулся, что и у него подобная мысль возникала, что нужно молиться об этом, чтобы Господь связал сильного. 23 августа, через 10 дней, я услышал о юбилейном братском листке, что он поступил в Джамбульскую церковь. Слава Господу за всех верных служителей Его. Обратил внимание на 23 главу Евангелия от Матфея. Она направлена против высоких руководителей церквей, как папа, патриарх, председатель всех боев и прочих. Господь обвиняет их в том, что они затворяют Царство Небесное Человеком. Сами не входят в Него и хотящих войти не допускают. Оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. И оказались виновными в пролитии крови праведников. От Авеля праведного до самого последнего мученика, которого они убьют до пришествия Христа. В 25 главе Матфея он говорит, что в темнице они не посетили одного из меньших братьев его. «С ним я в скорби», — говорил Господь. «Кто не со мною, тот против меня». «С кем же сегодня многие христиане?» Много размышлял об этом. Острая глубокая тема. Твоих учеников Господь предостерег от них. «Один у вас Отец на небесах, и один Учитель и Наставник Христос. Все же вы братья». И в конце 23 главы он предрекает им горевом книжники и фарисеи лицемеры. И обвиняет их в пролитии крови праведников. Эта тема духовной связи со страдающей церковью, с узниками, нашими братьями, почему-то и теперь все время не оставляет меня в покое. На какую бы тему я ни размышлял, вот и к проповеди, когда готовились. И очень часто приходится возвращаться к этой мысли о связи всей церкви, страдающей с узниками. И в связи с этим все события в жизни народа Божьего, они тесно связаны с жизнью всего нашего братства. Тема о узниках как-то очень близка моему сердцу, и всякий раз приходится к ней возвращаться. Даже вот в последнее воскресенье пришлось говорить проповедь на тему о злых виноградарях. И здесь мне пришла мысль, что вот этих рабов, которых господин виноградник посылает за плодами, они же не так часто приходили. И вот я сравнил, как сейчас некоторые братья возвращаются из уз в ту или иную церковь. Этим самым Господь как бы требует от той или иной церкви этих плодов. С какими плодами она встретит этого посланника, который долгие годы был разлучен церковью. И вот теперь, после этих долгих китаний в узах, какие плоды Господь в лице этого возвратившегося узника получит от церкви. Мне вспомнился такой случай, как встречали в Мерефе брата Виталия Питченко, как молодежь преподносила ему все книги, которые были отпечатаны издательством «Христианин» за время его отсутствия. И по одному приходили там юноши, девушки, дети, и каждый нес одну книгу и собрали целую стопу этих книг. Вот это явные такие плоды труда в винограднике, плоды труда издательства «Христианин». И через каждый этот плод возносилась слава Господу. Но вот далеко не так бывает в церквах, чтобы в жизни церкви принесли бы этому посланнику такие плоды, что вот во всех верах жизни, во всех участках труда было бы это благословение, было бы достигнуты эти плоды. И как бывает печально, что вместо плодов являются эти горькие плоды или полный отказ, как и в притче Господь говорит и этих посланников, то били, то убивали, разбивали им головы камнями. И, наконец, когда был послан сын возлюбленный, и он был убит этими злыми виноградарями. Однажды, еще будучи в вузах, я писал письмо домой и размышлял на тему 19 главы книги «Числа». Это повеление о рыжей телице. И здесь как-то мне было открыто, что есть прообраз именно настоящего времени страдающей гонимой церкви. Повеление о рыжей телице было дано невременное, а оно было вечным. На вечное время было дано такое повеление, чтобы всякий человек, прикоснувшийся к чему-либо нечистому, очищался этой очистительной водой. То есть невозможно было бы очиститься, не употребив для очищения вот эту воду, которая приготовлялась из пепла, сожженной этой телицы, которая была принесена во всесожжение Господу. И вот пепел ее употреблялся для очистительной воды. Как-то у меня в письме лучше получается вот такая импровизированная речь, несвязанная. Может быть, уже и учиться поздно. Ну, что поделаешь. Хочу еще раз пожелать тебе здоровья, благословения от Господа, силы свыше, мудрости, утешения во всех скорбях, во всех трудных обстоятельствах. Мужайся, и доукрепляется сердце твое. Надейся на Господа, мужайся. И мы будем постоянно возносить на руках молитвы и тебя, и всех служителей нашего братства, совета церквей, издательства христианин. И Господь будет нашим помощником и не оставит, как и пред не оставлял. Да благословит Господь во всем, и Ему да будет вечная слава. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok